всем привет мы сегодня продолжаем говорить с вами про блефориты и в частности я бы хотела коснуться отдельно демодекозного блефорита он часто стоит особняком поскольку демодекс это такая такой наш спутник по жизни у многих людей которые обычно себя никак не проявляет как правило человек даже не знает что у него есть демодекоз как пока не начинаются какие-то проблемы на коже на коже лица или на коже век как правило они могут начинаться либо пожилых людей у которых много сопутствующих патологий либо они могут начинаться на фоне применения каких-то лекарственных средств очень часто бывает что блефорит развивается на фоне применения капель глазных капель причем часто это капли которого вынуждены капать постоянно пожилые люди например при глоукоме вынуждены часто капать пожизненно капли и естественно это не может не приводить к изменениям глазной поверхности к К изменению слезной пленки, к развитию лекарственных аллергий, к развитию блефоритов различного генеза. И в том числе присоединению вторичной инфекции и реактивации демодекоза. На самом деле демодекоз это маленький пылевой клетч, который живет у нас на коже. Мы его часто не замечаем, но он есть у 80% людей. У здорового человека он абсолютно ничего не дает. Он живет и живет. Но если у нас происходит какая-то проблема, например, подросток, у него развивается акне. И вот эта акне очень часто туда подселяется демодекс и начинает замечательно там размножаться и давать еще большее воспаление. Поэтому очень часто у подростков или у людей, у которых есть какие-то высыпания на лице, у них дают им не только косметологическое, скажем, лечение, но и непосредственно дерматологическое лечение от демодекоза. И естественно, если у нас клетч живет на коже лица, он не может не жить на веках, он не может не появляться на ресницах. И вопрос только его количества. Если его мало, то, естественно, никакого раздражения у нас на веках не будет. Но если его много, то у нас появляются следующие симптомы. Первый и основной симптом это зуд. Глаза начинают чесаться. Причем чесаться не как при аллергии весь глаз, а как правило это уголки внутренние, либо наружный уголок глаза. Очень часто думают, что там врастает какая-то ресничка. Но на приеме офтальмолога видно, что ресницы абсолютно нормально растут. Но при этом века чешется, особенно в наружном углу глаза. Бывает красный. Если ничего с этим не делать, то воспаление может развиваться дальше. У нас уже все века будет красное. А чем это опасно? Это опасно в первую очередь при соединении вторичной бактериальной инфекции, поскольку иммунитет местный у нас уже снижен. Развитием более тяжелых форм блефорита. А в исходе блефоритов у нас может быть рубцовое изменение века, изменение роста ресниц или выпадения ресниц. И они не будут вообще расти тогда. Поэтому, казалось бы, маленький пылевой клещ, но тем не менее он у нас может давать вот такие неприятные осложнения. Поэтому я рекомендую обязательно сходить к дерматологу и к офтальмологу. К двум врачам, которые занимаются лечением демодекоза. Показать им свои веки, показать им кожу лица. И если там находятся признаки демодекоза, а уж тем более, если в анализах находится сам демодекоз, то тогда надо лечить уже непосредственно демодекс. Демодекоз век у нас лечится блефорогелем 2. Это средство с серой, которое блокирует развитие клеща и снижает его популяцию. Если вы знаете, что у кого-то из ваших родственников поставили такой диагноз, вы можете профилактически наносить блефорогель 2 на веки. Плохо от этого не будет точно. Поэтому вы можете использовать его 2 раза в день, утро-вечером, в частности для профилактики, для гигиены. Наносится он непосредственно на ресницы, аккуратными массирующими движениями. Маленькая капелька геля с пальчиком или с ватной палочки можете аккуратненько наносить. Он быстро впитывается и не вызывает никаких аллергических реакций, поэтому может использоваться в том числе у аллергиков. Но не забывайте, что все равно лучше показаться доктору, чтобы удостовериться, что это действительно он, а не какая-то другая проблема, которая требует другого решения. И я, естественно, рекомендую не забывать о себе, наблюдать за собой и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!